Добрый день, уважаемые жители Республики Саха и Кутия. Прежде всего, конечно же, сегодня необходимо обратить внимание на то, что основной упор сегодня органы государственной власти, а также учреждения здравоохранения и социальной защиты делают на реабилитацию военнослужащих и членов их семей. Ещё раз обращаю внимание на то, что наши медицинские учреждения по направлению участкового врача по месту жительства, а также в проактивном режиме готовы для того, чтобы принять на медицинскую и психологическую реабилитацию наших военнослужащих. 29 декабря постановлением правительства Республики Саха и Кутия утверждён также порядок освобождения от начисления пени за неполное или несвоевременное внесение оплаты за жилищно-коммунальные услуги и капитальный ремонт многоквартирных жилых домов. Вопрос о списании пени для военнослужащих и членов их семей возникало во многом в обращении к главе Республики, после чего и было дано поручение, по которому разработан на настоящий момент это соответствующее постановление правительства. Необходимо обратить внимание, что правом на списание пени за неполное внесение оплаты за жилищно-коммунальные услуги из фонд капремонта многоквартирных домов пользуются как сами военнослужащие, так и члены их семей. Главное, чтобы они совместно с ними проживали. В данной ситуации исходим из понимания принадлежности жилого помещения. Все соответствующие обращения необходимо направлять в свои ресурсно-оснабжающие организации, после чего соответствующие решения в соответствии с порядком и будут приняты. Продолжают работать телеграм-группы в районах Республики, куда поступают часть непосредственных обращений, связанные с разными историями, жизненными историями. Еще раз обращаю ваше внимание на то, что в районах работают телеграм-группы, возглавляют их замглав по соцвопросам, поэтому по всем возникающим вопросам прошу обращаться к ним.